Посмотрим, что из себя представляет лондонский арсенал в 2023 году Они на пятом месте в премьер-лиге Наверное, все фаны в тайне мечтают о том, чтобы вернулся Венгер И поднял их хотя бы до четвертого места Итак, какой-то вратарь довольно отстойный и при этом стоит 12 миллионов Вратарь с реакцией 11 и вообще с довольно посредственными скиллами стоит 12 миллионов Он даже без фотографии Бернд Лена, ну, как я понимаю, он основной И у него-то скиллы в порядке Из интересных новичков здесь Джордан Хендерсон Всплыл вот так вот, что это Ливерпуль его слил Так не стал он вторым Джерардом Всего за 11 миллионов Ну, с другой стороны, он довольно пожилой При Снельке Мпимбе, но он травмированный Очевидно, что с нами не сыграет Бен Чилвелл, у него должны быть крутые скиллы Ну, знаете, учитывая, что последние три сезона я смотрел на скиллы футболистов в уровне чемпионшипа Конечно, тут все крутые Даже Фаузи Гулям, 32-летний алжирец Жао Феликса они приобрели неплохо Алекс и Воби 71 миллион Вот за что он стоит 71 миллион? Давайте его сравним, например, с нашим Изекилем Барко Ну, как нашим Я уже пытался аренду продлить Но Барко не продлевается И смотрите Ну, Барко стоит 12 И Воби 71 Разве что то, что он прыгучий Но у нас тут, в конце концов, футбол А не прыжки в высоту Ну, и по-прежнему у них играет Лаказет и Абуми Янг В общем, победить Арсенал будет нереально Сло Джесси Лингард Прям вот собрали всякую херню с АПЛ Лингард, Хендерсон, Фред Не, ну типа Хендерсон нормальный пацан, но ему 32 года Ну, а тренирует всю эту шайку Пеп Гвардиола Такие вот дела Если мы сегодня выиграем То мы попадаем в Лигу Европы Но один чувак в комментариях писал Что даже если мы проиграем А Арсенал будет в топ-5 АПЛ Они, собственно говоря, на пятом месте То мы все равно попадаем в Лигу Европы Я не знаю Точнее, в таких тонкостях английского футбола я не разбираюсь И знаете, на самом деле мне Лига Европы не очень нужна Ну, да, зажрался Еще буквально пару лет назад играли в третьей лиге против всякого кала А теперь говорю, что не нужна Лига Европы Но на самом деле она особо много денег не принесет Отнимет много ресурсов То есть играть на аж 4 фронта, 2 кубка АПЛ и Лига Европы Ну, не очень Итак, примерно по такой схеме я доковылял до финала кубка Играя в двух опорников Так вот, только вот так вот сделаем Можете ознакомиться со стартовым составом Арсенала Какой-то анкете в нападении Ну, такой довольно убойный паренек Но радует то, что у них сыграет более худший вариант на воротах Тормозной кипер с реакцией 12 Так, мужики, ради болельщиков Понятно Вот такое вот отношение к болельщикам Давайте сыграем на развернутом обзоре Чтобы было больше моментов Потому что не факт, что мы еще хоть раз выйдем в финал кубка И сразу же момент у Арсенала Но это расширенный Здесь не факт, что все будет заканчиваться голом И, собственно, Фернандес просто отбил ляжки, по-моему, Кэмерону Уикерсу Опять-таки Фернандес Фурналс Не стал бить гулям Прострел Митрюха Вот так Ну вот, когда играешь на расширенных Вот смотришь такие великолепные моменты Поэтому я давным-давно забил на просмотр матчей в таком формате Воу Воу-воу А мы-то тоже не мальчики для битья И Корнер подает барку Этот кипер не так плох По поводу болезни Чувствую себя, еще раз говорю, просто отвратительно Я прям, вот знаете Ангина или простуда Или это одно и то же, не знаю Развива... Вот что это за момент? Развивается По дуге То есть Начало болезни Пик Вот сейчас пик Я прям чувствую, что скоро пойдет на спад Но сейчас мне так дерьмово И в комментариях один чувак написал, что Я заболел из-за того, что я плохо почистил зубы Я, конечно, не врач Но, по-моему, какой-то бред И тем более, я нормально почистил зубы Я даже каждые два месяца покупаю себе Новую зубную щетку Как советуют стоматологи Накетия пробил Митрюшкин на месте Но Простуда и почистить зубы Звучит довольно странно Это все равно, что сказать Чувак, ты подрочил И не помыл руки Поэтому у тебя Отвалилось ухо Не знаю Это Абсолютно, мне кажется Невзаимосвязанные между собой вещи Фурналс Это очень опасно Как же хорош Митрюшкин И как же плоха наша оборона 1-0 Джесси Лингард Ладно, нужно меньше разговоров Все-таки Финал Луки Бакио Неплохой заброс на Гури Ну Опа, 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 опа Вот они контратаки Хотя я не могу сейчас особо эмоционально реагировать на все Потому что Ну, вы понимаете Кто болел Да все болели Вы понимаете, что в такие моменты хочется просто лечь И сказать Уйдите Уйдите от меня подальше Вот сейчас видно было, что Кипер дерьмово сыграл Гулям вбрасывание Но Явно Арсенал Прибрал инициативу к своим Ручонкам Катает нас с позицией силы Но у них играет Травмированный Кимпембе Может быть нам это будет на руку И однажды он просто в обморок упадет в штрафное себя И мы забьем гол Блин, нормально играют ребята Да, и они вдохновились в этой речью Второй тайм пошел Форналс Играем на стадионе Уэмбли Забит под завязку 90 тысяч рыл Пришло Ну такой тухлый гол Ну это чисто гол Митрюшкина Вот на выходных Максименко Такую же парашу пропустил От Оренбурга Ну блин Ну это просто детский сад И еще один момент У Арсенала Вот Митрюшкин красавчик Ну прям как Максименко Который сначала насрал Потом начал дико тащить Но Все равно Кононов его На присухе потом мочил По-моему это было некрасиво Я не буду про Митрюшкина говорить плохие слова Он бист До конца полчаса Нас явно прижали Сейчас надо будет Вот после этого момента Делать какие-то изменения Во-первых давайте как-то таки Чутка от своих ворот отодвинемся И И Барко играет ужасно на 6-4 Это его прощальный матч Скорее всего за нас Потому что Его аренда не продлилась И наверное в ближайшие минуты Я выпишу Макса Пауэр Джеймс Перекладина Ай-яй-яй Блин мне аж Брови заболели от такого резкого движения Перекладина Сучка У них Рамос Погодите Что? Что? И мне показалось Не Мне причудилось Надо больше спать Сегодня я спал всего 2 часа Мне показалось Что Арсенал играет Рамос Какой-то Анкете Но у него Жесткая скорость Я думал Красная Потому что Судьи в последнее время Нас не особо Жалуют Так сказать Так И я думаю Что пора выпускать Макса Пауэра Вместо Анда Рамы Тоже Прощальный матч Хороший был игрок Но он хороший Для третьей И для второй лиги Для чемпионшипа В АПЛ Он уже не будет тянуть Хотя я в принципе Продлил его Но он сам не хочет Не знаю Очень странное решение Очень странное решение Давайте Давайте Чутка В забросы Поиграем Старые добрые Английские Ну все Вот сейчас вот После этого момента Отлично Макс Пауэр Просто блестящее Незретье Контракт новый дал Лингард На Фернандеса После этого момента Наверное В атаку пойдем Гиндузи Фарналс Гиндузи Фарналс И Вобби Неприятные рикошеты И Пора Во-первых Идем в атаку Во-вторых Оливер Скип Ничего Не показал Поэтому выпустим Более Более Креативного Максима Лопеса Тоже Скорее всего Его прощальный Матч за нас Скажу им Что нужно Надавить И до конца Уже 5 минут Возможно Сейчас Момент Будет Интересный Виммер Главное Не привезти Ребята Скорее всего Это привоз Потому что Проиграли мы Вверх А хотя У них Рамос Да у них Рамос Шо вы Мне не показалось А вот сейчас Если Саксес Идеально Вырежет сюда Я поцелую Его Загорелую попку Ха Вот это Банка Охренеть Пацан Тре Я такого В ФМ не видел Никогда Чтобы футболисты Делали Все идеально Блин 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 Блинский Мы в игре Мы боремся Ай-яй-яй Ай-яй-яй Восемьдесят Девятая Фернандес Хорошие подкаты Викерс Просто вперед Но там Гури Уже Подустал Саксес Двужильный Саксес И даже Пас Точный На Луки Бакио У него скорость есть Ну Сейчас Все могло решиться Макс Пауэр Это Сделай подачу Всей жизни Брат Брат Мой белобрысый Брат Сука Ох Игра Как обычно Под конец Показывает Все больше И больше Моментов Чтобы Нагнать Нагнать Эмоции Робинсон Аа Ну и Мог бы успеть Но уже все Усталость Очевидна И Накетия Пиздец Эмиль Смит Роу Сейчас посмотрим Что это за Зашкет Был Такой Блин Какой Отстой Какой Отстой Что это за Школотаном Забило Эмиль Смит Роу Ну конечно Это школота Техничнее Любого нашего Футболиста Но блин Но блин Вдруг Еще есть Какие-то Шанси Джеймс Главой Пауэр Подача Викерс Бил Но вынос Джеймс На викерс На викерса Сука Да друзья Уступаем Мы Наши Футболисты Просто Не могут С места Сдвинуться Ну понятно Такие Такой шанс Был И мы его Упустили Фига себе Там Ленов Лексид И смотрите Как Гвардиола Реально Лысый Так Ну я Не совсем Понимаю Вышли ли мы В Еврокубке Или нет Здесь написано Что только Победитель Получает Право Играть В Лиге Европы Но как бы Арсенал И так Получает Право Играть В Лиге Европы Поэтому Я не шарю Если кто-нибудь Разбирается В правилах Английского Футбола Скажите Пожалуйста Вышел ли я В Еврокубке Или нет Что-то мне кажется Что ни хрена Я не вышел Итак Задача Следующий сезон Занять Комфортное Место То есть Они не готовы Вы что Серьезно Мужики Вы что Собираетесь Влетать Ладно Мужики Окей Вылетаем Вылетаем Даже Это слишком Для вас Амбициозно Вы что Поехавшие Что ли Да Как-то Я больше Эту команду Уважал Ну ладно От этой команды Останется Буквально Пару Футболистов Ну а на этом Друзья Мне больше Нечего Добавить К сожалению Упустили мы Трофей Ставьте лайки И Ближайшая серия Будет про Трансфер Всем удачи Всем пока